Впервые интерактивная выставка «Гимн России», посвященная истории развития одного из символов российского государства, была представлена в Москве 27 марта. Севастополь был удостоен права первым принять у себя патриотический проект после его презентации в Москве. Открытие выставки состоялось 13 сентября в Доме офицеров флота. Создавался проект на базе Музея музыкальной культуры имени Михаила Глинки. В выставочной композиции принимают участие более 10 музеев России, в том числе Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный историко-культурный музей-заповедник «Русский Кремль». В экспозиции представлены старинные марши, торжественные мелодии и гимны. Также посетители выставки могут увидеть музыкальные инструменты эпохи Петра I, икону Спаса Вседержителя XVII века, камерный духовой состав, выбранный Павлом I для исполнения гимна, автографы композиторов и поэтов, принимавших участие в конкурсе на создание гимна Советского Союза 1943 года и многое другое. Уникальность проекта состоит в его мультимедийной составляющей – свет, звук, видеоматериалы и интерактивные панели. В музейном пространстве развернута экспозиция, которая работает без участия экскурсоводов. Даже мультимедийные приглашения на выставку самостоятельно рассказывают о событии. По сути, это некое новшество в приглашениях, некое новшество в презентационном виде, потому что это еще раз говорит о том, что у выставки ярко выраженный мультимедийный контент. Разработанное светозвуковое расписание позволяет посетителям путешествовать во времени, проходя из зала в зал. Их перемещение сопровождается рассказом об историческом развитии гимна России и его предшественников в период с XVI века до наших дней. Изменяясь на протяжении столетий, гимн российского государства отражал национальную идею, дух и направление развития страны в каждый период времени. Был символом единства русского народа, олицетворяя мощь и величие России. Мы постарались своей выставкой создать некое ощущение того, чтобы каждый человек, который приходит на эту выставку, гордился своей страной. О том, что он понимал, что наша страна прошла достаточно непростой путь. Мы очень рассчитываем, что это будет централизованное посещение всех школьников, потому что основной акцент мы хотим сделать именно на подрастающем поколении. Первоначально проведение выставки было запланировано до 30 сентября, однако после открытия ее решено было продлить. Совершить путешествие во времени жители и гости города смогут до конца октября в доме офицеров флота. Вход свободный.